В конце 20-х годов выпистывался абсолютно новый оригинальный класс автомобиля. Автомобиль, который сочетал в себе взятые просто с гоночных трасс шасси и двигатель. Очень сдержанно аристократичный дизайн кузова, умеренную роскошь салона и абсолютный комфорт, который позволял перемещаться на сотни, может быть даже тысячи миль в день, например из Парижа в Ниццу, либо из Баден-Бадена в Монте-Карло. Именно эти автомобили тогда заняли верхушку автомобильной иерархии, я имею ввиду в ценовом плане. Сегодня все смылось. Границы классов, границы ценовых категорий. Однако есть, есть еще автомобили, которые напоминают нам о тех золотых деньках. Мы взяли две машины, которые стоят на абсолютно разных полюсах этого класса. Машины, которые балансируют на гран-туризму и на действительно откровенно спортивных амбициях. Mercedes-Benz, абсолютно новый Mercedes-Benz SL, в данном случае 500-й и Jaguar XK тоже в последней своей ипостаси с топовым мотором 4.2. Насколько они отличаются, насколько они похожи и где проходит та граница между гран-туризмом и спортом, вот это мы попытаемся выяснить в нашем сегодняшнем тесте. Для того, чтобы люди, готовые отдать по 150 тысяч долларов за одну из этих игрушек, не ошиблись в своем выборе. А кстати, смотрите, Ягуарчик-то немножко подстал, зато как пропел. Это, похоже, первое отличие. Ну а все остальные мы увидим, когда сами сядем за руль. Jaguar XK первый раз увидел свет в январе 2005 года на автосалоне в Детройте. Правда, там он появился пока только в виде концепта. Advanced Lightweight Coupé. Под таким названием появилась новая разработка компании Ягуар. Уже к сентябрьскому автосалону во Франкфурте концепт превратился в серийный Ягуар XK. Всего за 8 месяцев. Рекордный срок для автомобиля, который сегодня без всякого преувеличения можно назвать культовым. Надо сказать, что эволюционных изменений таких автомобилей поклонники марки ждут с замиранием сердца. Не станет ли он жертвой новомодных веяний в автомобильном дизайне? Не потеряет ли он аристократизма? По поводу нового Ягуар XK опасения были излишними. Теперь он даже благороднее. Избавившись от контрастных алюминиевых вставок на кузове, Jag стал спокойнее и солиднее, как и подобает транспорту для аристократов. В нем нет прежней приплюснатости. Теперь он стройнее и мускулистее. Увеличенная колесная база и колея даже внешне придают английской кошке больше устойчивости. Самое основное, что досталось от концепта серийной машине – кабина Monaco, полностью сделанная из алюминия. Благодаря ей новый XK стал на 31% жестче прежнего. При этом машина получилась почти на 100 кг легче, всего 1595 кг. Под капотом у автомобиля усовершенствованный V8 мощностью 298 л.с. и объемом 4,2 литра. Сегодня никого не удивишь таким соотношением мощности и объема, но создатели и не собирались никого удивлять. Они хотели поразить уровнем комфорта, а в мощности пусть соревнуются те, кому родословное не оставило другой возможности. Что немного не укладывается в представление об аристократизме, так это автоматическая коробка передач с ручным переключением на руле. Сложно себе представить человека, оценившего эстетику Jaguar, который сам решит заниматься этим неблагодарным занятием. Несмотря на присущие марки консерватизм, в Jaguar взяли на вооружение еще кое-какие модные сейчас пенечки. Двигатель XK запускается и глушится нажатием большой красной кнопки на приборной панели. В дополнение к традиционным приборам на торпеду присутствуют сразу два цветных дисплея. Тот, что поменьше, находится прямо перед глазами водителя, между спидометром и тахометром. На него выводится оперативная информация, вроде текущей передачи, показаний кройсконтроля, датчика давления в шинах и указаний электронного навигатора. Тот, что побольше, активный, чувствительный к нажатию, врезан в центр торпеда. С него управляют аудиосистемой, климат-контролем, навигационной системой и телефоном. В природе Jaguar опасные хищники, но новый XK научили гуманнее относиться к пешеходам, оказавшимся у него на пути. В соответствии с новыми европейскими требованиями по безопасности, у машины травмам безопасная конструкция передней части. При наезде на человека капот моментально приподнимается, что снижает тяжесть возможных травм. Пока Jaguar первый, кто официально заявил о внедрении подобной системы на массовой машине. Если, конечно, штучное купе стоимостью в 150 тысяч долларов можно считать массовым. В облике SL нет ни грамма праздности или легкомыслия. Скорее наоборот. Везде чувствуется предельная функциональность, подчиненная лишь законам аэродинамики и земного притяжения. А еще, в отличие от предшественника, поразительная легкость, так и провоцирующая тут же рвануть на простор дороги. Массивная водительская дверь, чуть всхлипнув приопустившимися на несколько миллиметров стеклами, открывает доступ внутрь. То, что оказалось за широченным порогом, назвать салоном язык не поворачивается. Не дать не взять кокпит. Массивный, высотой почти в половину отсека тоннель, разделяющий водителя и пассажира. Низкий, словно привинченный прямо к полусидения. Вставки из алюминия, подчеркивающие характер родстера. И вдруг, мягкая кожа обивки, благородное дерево. Но такое сочетание не приводит к диссонансу. Приметы роскоши и спорта прекрасно уживаются в гран-туризма. Сесть за руль – это целое событие. Перешагнув порог, надо еще обогнуть низконаклоненную стойку ветрового стекла, а затем провалиться глубоко вниз, не сразу обретя желаемую опору. Кокпит родстера мягко, но недвусмысленно ограничивает вашу свободу, оставляя столько пространства, сколько нужно для управления автомобилем. Здесь легко дотягиваешься до всего, что отвечает за удобство и комфорт внутри. Без проблем находишь основные органы управления. Но стоит предпринять какие-либо посторонние действия, тут же сталкиваешься с неудобствами. Помимо привычных клавиш регулировки сидений на двери, отвечающих за положение подушки, спинки и подголовника, есть еще всевозможные пневмоэлементы, изменяющие упругость боковой поддержки, подушки поясничного подпора и даже пульсатор, снимающий нагрузку с позвоночника. Словом, на сидение усаживаться не просто удобно, а прямо-таки суперудобно. Все элементы интерьера можно разделить на привычные и не очень. К первым относится весьма рациональная комбинация приборов, гостеприимно вспыхивающая голубоватым свечением при появлении в салоне водителя. Удобный рычаг автомата с замаскированной кнопкой запуска двигателя. Понятные регуляторы климатической установки, традиционно разделенные для водителя и пассажира. Не столь привычен блок тумблеров рядом с рычагом автомата. Это святая святых для тех, кто дружит со скоростью. Помимо заветной кнопки отключения системы стабилизации движения, здесь сосредоточено управление активностью подвесок и регулировка высоты кузова относительно дороги. Итак, еще одно принципиально важное отличие между этими двумя аппаратами – конструкция складной крыши. Так, в Мерседесе крыша твердая. Это, безусловно, во-первых, повышает жесткость кузова накручения, при сложной крыше добавляет автомобилю спортивность. С другой стороны, безусловно, это более утилитарный, всепогодный, всесезонный вариант. В Ягуаре совсем другая штучка. Здесь верх мягкий. Конечно, это менее утилитарно, но, с другой стороны, это подчеркивает исключительность автомобиля, его аристократизм. Однако, независимо от достатка, все под одним небом ходим. Тут вдруг раз – и дождь, а на подруге шляпа от Диора. До сколько секунд мы сумеем закрыть эти крыши? Давайте проверим. Итак, поехали! Мерседес отстал от Ягуара на 3 секунды. А мы еще говорим о какой-то неутилитарности. Мало того, мы сейчас покажем вам небольшой фокус. Дело в том, что крыша Ягуара может складываться и раскладываться даже при движении автомобиля на небольшой скорости. Так на Мерседесе нужно обязательно держать педаль тормоза нажатой. Поехали! Хорош, хорош, стоп, стоп! Теорема доказана! Но тема практичности мы еще не завершили. Сейчас самое время на Мерседесе тоже сложить крышу обратно и померить объемы багажников. Разумеется, возить на этих автомобилях картоху, гравый, соленье с удобрениями и прочие урожаи представляется, мягко скажем, нерациональным. И все же багажник имеет значение, поскольку нужно возить с собой в путешествия как минимум какую-то сменную, а часто и парадную одежду. Ну и вообще запас карман не тянет. На Мерседесе открыть багажник можно с пульта, дистанционно. При этом само открывание напоминает некий такой механистический театр. Целый процесс. Ну что ж, в сложном состоянии, я имею ввиду сложное состояние крыши, объем багажника можно оценить хотя бы по тому, как расположены эти пять конусов. Запаса хватает. Я думаю, что четыре клюшки для гольфа, если их немножко утрамбовать, сюда поместятся. Ну а теперь переходим к Ягуару. Здесь тоже на брелочке есть кнопочка с нарисованной открытой крышкой багажника. Нажимаем. Машинка делает джик и не более того. Багажник приходится открывать руками. Ну а тут заметно теснее. Но, давайте попробуем поднять крыши, и тогда посмотрим, насколько изменится ситуация. Итак, совершенно очевидно, что в этой ситуации объем багажников обеих машин должен увеличиться. Посмотрим, что происходит с Ягуаром. Итак, пяток конусов стоят здесь, наступая друг к другу буквально на пятки. Но у нас есть немножко резервного пространства за счет полости, куда убирается крыша. Складываем защитное приспособление. И с большим трудом, уминая конуса, мы получаем место еще для парочки. Существенная прибавка к пенсии. Теперь посмотрим, что происходит в Мерседесе. Да, здесь тоже есть некое защитное устройство, ограничивающее объем багажника при сложенном заднем стекле. Добавить сюда по большому счету нечего. Но и так объема здесь хватает. Причем, даже на глаз видно, что здесь вольготнее, чем в Ягуаровской кутузке. И правда, это подтверждают данные завода-изготовителя. 283 литра объем багажника Ягуара и 339 литров здесь, в багажнике Мерседеса. Оба этих автомобиля, безусловно, конструкторские, инженерные и дизайнерские, не побоюсь этого слова, шедевры. И все же, если Мерседес, по сути своей поначинке, абсолютно хайтечен, то Ягуар имеет большой налет консервативности, как и положено, наверное, исконно британской марке. Причем эта консервативность проявляется в мелочах. Ну, взять, например, вот такую вот антенку с механическим приводом. Точно такая же была у меня в свое время в 1990 году на автомобиле ГАЗ-2410 «Волга». И точно так же она убиралась при выключении зажигания. Но подобные системы имеют и большой плюс. Ведь в этом положении антенку практически невозможно стыбрить. Чего не скажешь о мерседесовских достижениях. Посмотрите, какая забавная пластмассовая деталька. Вот такой очень сильный конус, который очень легко свинчивает, кладется в карман и уносится. При этом штучка эта стоит 80 долларов. Ее установка на место, слушайте внимательно, 500 рублей. Это сколько же денег мог бы я заработать, занимаясь вот такими манипуляциями, прикручивая антенки к SL. Жаль, что только SL столько не производит. Кстати, всю эту очень ценную информацию относительно расценных на сервис, вот для этой игрушки выяснил мой коллега Артем Рудаков. Причем, если вы думаете, что Ягуар подарок в этом отношении, вы тоже глубоко заблуждаетесь. Честно говоря, мы долго искали, что же такого можно отковырять с Ягуара. И нашли. Вот эта забавная крышечка, которая закрывает от всякой непогоды и от шаловливых ручек замочную скважину. Ее тоже очень легко снять с машинки. И догадываемся, что она стоит тоже не 10 рублей. У меня пионеры украли накладку на замочную скважину на дверной ручке. Вот мне нужно ее купить. Мне сказали, что это будет стоить 400 рублей. Потом покрасить, потому что они идут только в грунте, еще за 150 долларов. И теперь вот я с вами хотел бы пообщаться на тему, когда мне все это можно сделать, когда мне можно приехать и покрасить ее. Если сейчас у нас август, вы говорите, что сейчас на октябрь пишете, может получиться, что я с этой запчастью два месяца проезжу. Оба автомобиля буквально изнывают без движения. Но только тесно этим спорткарам на загруженных улицах. Нет, они, конечно, степенно плывут в потоке, незаметно перебирая передачи. Чутко реагируют на желание водителя. Но оба явно ждут удобного момента, чтобы показать все, на что способны. Стоит немного резче прижать акселератор, как тут же мягко вдавливает спинку сиденья. Все-таки среда обитания этих автомобилей не город. Тем более не город в будни. Эти машины идеально вписываются в островки имперского стиля, щедро разбросанные вокруг больших городов. Именно там их внутренняя гармония и внушительная сила не скованы досадными помехами в виде светофоров и мельтешащих малолитражек. Вырвавшись на свободу, оба обретают смысл своего существования. Правда, у каждого из них этот смысл свой. Мерседес в этой паре однозначно лучший спортсмен. SL практически мгновенно отвлекается на педаль акселератора. Словно нет автомата и всевозможных электронных связей. На любой скорости нажал и тут же выстрелил в нужном направлении. О переключении передач можно догадаться лишь по плавным скачкам стрелки тахометра. А реализуемые мощности напоминают пульсирующий желтый треугольник на панели приборов и словно чья-то крепкая рука, прижавшая водителя к спинке сиденья. Ягуар даже в спорте остается аристократом. Вы видели когда-нибудь, чтобы английские лорды бегали по пулю для гольфа, как бейсболисты в финале чемпионата? Нет, в их движении гораздо больше достоинства. Так и Ягуар. Разгоняется быстро, но не слишком. 6,2 секунды до сотни. Быстрее было бы не солидно. В самом деле, куда спешить? Не на завод же в первой смене. Управляемость автомобилей подчинена той же логике. Активная подвеска Мерседес практически убрала крены кузова. Придала реакциям автомобиля потрясающую быстроту и цельность. Стандартную змейку он проходит с уверенностью спортсмена-профи. Как будто невидимые рельсы внушают водителю уверенность в собственной непогрешимости и легкое пренебрежение к законам физики. Конечно, пределы есть и у него. Но на этот счет есть мощная электронная стража, которая вернет машину на прежнюю траекторию. Ягуар ту же змейку проходит с вальяжностью джентльмена на утренней пробежке. Спортивная форма, конечно, есть, но скорость прохождения гораздо ниже. Чуть переборщишь, и машина грозит зарыться в повороте. Ягуар как будто учит водителю благородным манерам, объясняя, как должен ездить человек благородных кровей. Темпераментно, но без излишней горячки. Кинедурственно было бы поговорить о дорожном просвете, заодно вспомнив тему практичности. У Ягуара он 16 сантиметров, и здесь Ягуар в плюсе. У Мерседеса всего лишь 14, но... У Мерседеса есть один небольшой секрет. Вот при помощи этой кнопочки мы можем увеличить дорожный просвет автомобиля сначала на 2,5, а затем и на целых 5 сантиметров. Таким образом, тут Ягуар уже остается в проигрыше. Правда, машинка при этом выглядит, ну, мягко скажем, несколько неспортивно. Обе машины поражают плавностью хода. Потрескавшийся асфальт парковых дорожек, фамильного замка, отзывается лишь звонкими шлепками покрышек. Мелкая дорожная рябь не беспокоит ни водителя, ни седоков. Если у Ягуара-то плавность наследственная, то у Мерседеса результат долгих тренировок. Подвеску можно настроить в нужное положение. Хочешь больше спорта, а хочешь больше комфорта. Вообще сложно себе представить, чтобы кто-то долго раздумывал о том, какой из автомобилей предпочесть. При том, что оба они исповедуют идеологию гран-туризма, каждый придерживается своего толкования. Мерседес сделал упор на технологии, Ягуар на консерватизм. Мерседес давит на рациональность, Ягуар убеждает на уровне эмоций.